здорово братишки мужские и женские у нас сегодня спортивный мотивирующий спортивных кругах игорек очень известный человек но я уверен что и для таких людей которые крутятся в спортивной тусовке я расскажу много всего нового про филиал инфо цыганство в стане качков в лице игоря войтенко его сектор road to the dream игорь войтенко 26-летний уроженец города шахтерска донецкой области украина по окончании пт у по профессии газа электросварщик не найдя работы перебирается в польшу где устраивается работать в местный макдональдс где по его словам он переосмыслил свою жизнь и решил начать бомбить и наваливать и становится фитнес блогером переезжая в россию в чем же заключается бомбить по-вайтенковский это разработка и продажа сверхинновационных программ по отжиманиям которые подобно ньютону спящему под яблоней пришли игорь в голову когда он просматривал фильм 300 спартанцев до создавал программу я смотрю фильм 300 спартанцев вот только один вопрос а так ли инновационно программа игоря случайно никому подобные в голову раньше не приходило допустим полу бай то который написал книгу тренировка заключенных white как раз таки тоже вдохновлялся спартанцами правда игорь вдохновлялся майклом фасбендером из фильма 300 спартанцев когда создавал программу я смотрел фильм 300 спартанцев и там есть такой актер как майкл фасбендер который не выглядит как фил хит не выглядит как арнольд но он выглядит подсушено рельефно с мышцами пресс все дела который явно форму для роли не отжиманиями набирал ну да ладно но вот схожесть упражнений которые придумал игорь с упражнениями описанными уайтом заставляет усомниться в оригинальности программы от игорька для его молодых адептов слово адепты не просто так было использовано это такая неумелая подводка к тому что игорь и все члены его семьи состоят в секте адвентистов седьмого дня его сестра там стихи читает игорь семьей ходит на их сходки шабаши ну сами подберите слово как охарактеризовать их сборище также игорь принимают участие в рекламе секты и секта в рекламе игоря а сейчас вас ждет небольшой ликбез в историю этой секты поверьте это очень смешно и интересно равнодушных не останется сложно понять кто такие адвентисты седьмого дня без изучения личности основавших секту создал и возглавил организацию уильям миллер свое учение он назвал латинским словом адвентус что означает пришествие миллер был обычным фермером закончившим всего шесть классов школы библию начал изучать самостоятельно основное внимание уделял пророческим книгам из святого писания он узнал о том что не известно ни часа ни дня когда придет сын человеческий но уильям миллер решил что он сможет это определить и взялся за вычисления возможно он решил что раз день и время узнать нельзя то месяц и год вполне возможно определив дату пришествия спасителя миллер начал проповедовать благодаря своему красноречию ему удалось многих убедить своей вере последователи миллера раздавали имущество забрасывали свои фермы и ждали христа назначенный день само собой ничего не произошло уильям миллер пересмотрел вычисления и назначил другую дату и снова ошибся происшествие в очередной раз было перенесено на новую дату но так и не состоялась большая часть христиан адвентистов седьмого дня отвернулись от своего проповедника миллер впал в уныние и вскоре умер и после кончины уильяма миллера секту адвентистов седьмого дня возглавила эллен уайт когда она была ребенком ей в голову попал камень который чуть не убил малышку к счастью она выжила травма серьезно сказалось на ее умственных способностях самые простые вещи такие как чтение и письмо давались ей довольно тяжко вскоре уэллен начались видения девочка утверждала что летала на юпитер и сатурн затем она начала предсказывать разные события ну как и в случае с миллером ничего из пророчеств не осуществилось уайт порицала светские развлечения по ее мнению сатана использовал для разрушения человеческих душ оперу музыка ломала нравственные устои и призывала к чувственным наслаждением библиотеки особенно хранящиеся там художественная историческая литература по ее мнению бесполезны отвечая на вопрос о том кто такие адвентисты седьмого дня можно сказать что это секта именно эллен уайт она реформировала организацию а ее странное толкование священного писания стала основой учения до сегодняшнего дня она почитается адептами как величайший пророк то есть вы поняли какая-то шарашкина контора без какой-либо апостольской преемственности основанная в девятнадцатом веке сумасшедшей истеричкой целым букетом психологически проблем периодически ловящий галлюцинации фальсифицирующий в свое время переписку с чарльзом дарвином по сей день имеет адептов в который как раз входит игр с членами своей семьи мне вот очень нравится скрипт обучающий для пасторов у пацанов на сайте по приобретению учеников этому мне тебе тебе прихожане не нужны а товар хороший выше сорт своя квартира машина пойдем покажу а его протестировать можно уже конечно обижаешь квартиру на меня перепишешь что позволяет он не с того начал вы в бога верите замечательно мне подходит я его беру в этой секте игорек наверняка и научился обманывать и промывать людям мозги а вранью у горька буквально на каждом шагу даже в мелочах начиная от превью его видео вы просто обратите внимание на его монструозные габариты на превью и на то как он выглядит в реальной жизни его заявление о полном отсутствии рекламы на канале это мой youtube канал который начал три с половиной года назад и начиная его я принял одно решение друзья на нем не будет ни одной рекламы никогда ни одной рекламы а по факту реклама практически в каждом ролике даже в том где он говорит что нету никакой рекламы на канале его бесконечные псевдо трансформации в которых он обещает золотые горы а по факту мы всегда слышим стоя одну причину почему же не получилось мужики обещают и неделю бомбить как царь изменить эту цифру на весах на 10 килограмм и фи момент лети мужики и вот прошла неделя пора фиксировать результат горян как ты умудрился потеряет 40 килограмм пошла хер вырезать так не пойдет и вопрос номер один это игорь что по 85 килограмм у меня к сожалению нет с собой весов но так мужики у меня нет весов под рукой поэтому ловите мою форму как и требовалось доказать моя методика работы а ссылки на ее покупку будут в описании они же в закрепленном комментарии будут ссылка на шерва реклама у них есть как бесплатный телеграм-канал который каждый день пополняется полезными курсами на любой вкус и цвет также у ребят появилась группа в к в которой можно не только почитать интересующие вас курсы и узнать полезные новости но и посмеяться вдоволь конечно нельзя не упомянуть о легендарном сайте на котором собрано более 41 тысячи курсов почти 100 тысяч пользователей лучшего места для самообразования просто не найти поспеши оформить премиум всего за 390 рублей пока действует акция или же доступ к личному торрент-трейкеру ребят за 2990 рублей а специально для первых трех моих братишек ребята подарят бесплатный премиум и 10 пользователей получат скидку в размере 100 рублей забрать это добро можно по промокоду nwork у ребят на сайте все подробности и ссылки где конечно же в описании реклама окончена на всем этом лошадь войтенко не заканчивается как раз таки наоборот только и начинает набирать обороты только вот к ней еще подключается его непорядочность и ненадежность войтенко около года назад кидает своих партнеров с которыми собирался шить рюкзаки road to the dream изначально войтенко с ними договорился на пару прототипов если все будет хорошо на партию из 100 рюкзаков в итоге ребята по наивности не заключая с сектантом никаких контрактов не берут с игрока предоплат от души делают ему рюкзаки ему все нравится и тут он начинает их кормить завтраками отвечать по несколько месяцев и проблемы с игорем не заставили себя в принципе долго ждать человек не отвечает на звонки не отписывает на сообщение может перезвонить или отписать через месяц два три было вообще непонятно как бы что с ним делать игорь все время утверждал что нет нет мы хотим с вами сотрудничать все будет все будет отлично через полгода уже игорь все-таки написал снова вайбер сообщил о том что он хочет возобновить сотрудничество и они готовы заказать партию в сто единиц этот заправский штирлиц начинает выведывать у ребят технологию пошива рюкзаков материалы из которых они сделаны парни без задней мысли отвечали на вопросы игорька он же свой пацан он же не будет кидать думали они а зря как только игорек все узнал получил на руки все прототипы он просто кидает парней безусловно ни за что не заплатив не горю него расспросил из каких материалов мы их делаем о том что он просто неубиваемый что сколько он него там не кидал и все он у него в об этом всем расспросил уже и на этом все как бы затухло он больше не появлялся не отвечал мне на какие сообщения затем уже в каком-то видосе я увидел о том что у них новый прототип и я показал это видео своему брату двоюродному но на что ему конечно не понравилось что мало того что он ну ничего не дал нам знать то есть он не дал отмену по проекту что мы должны ну как бы что мы уже не будем сотрудничать он не рассчитался за прототипы которые мы ему отшивали он не рассчитался за тот рюкзак который мы ему отдали многие скажут что это обычная рыночная ситуация да неприятная да непорядочная но такое сплошь и рядом я даже не буду с вами спорить вот только такое не должно быть замечено за своими в доску пацанами мы за игорьком видим вранье абсолютно во всех местах где это только возможно скотское отношение к своим партнерам петушиные поступки а кстати аж совсем про петушиной поступки игорька забыл рассказать он стреляет страйками по своим коллегам по цеху фитнес-разоблачителю никулину он разрядил обойму из 7 страйков на канал буквально на днях не прилетела куча страйков куча жалоб на все видеоролики игоря вайтинга более 7 жалоб на все видеоролики куда он только мог их кинуть там где использовал я его контент кусочки из его видосов для пояснения ситуации я брал ютубом так такое разрешено в целях добросовестного использования когда ты берешь кусочек фрагмент из видео для пояснения ситуации так это абсолютно петушиный поступок вот давидыча на него нету ремарочка на всякий случай поясню страйки уместны если твой канал просто берут и перезаливают себе не в целях цитирования просто в тупую берут и крадут его тут еще можно кинуть страйк это не петушиный поступок но то что делает игорь войтенко это на все сто процентов петушиный поступок давайте перенесемся к событиям последних месяцев игорян знакомится с неким алексом который занимается миграции и визами в сша сожалению у меня не получилось найти связи этого александра сектой войтенко но на самом деле я не удивлюсь если он тоже вхож в нее игорек начинает рекламировать услуги этого алекса благо опыт и продаж воды у войтенко хоть отбавляй виза в сша визу надо визу надо визу надо надо визу надо надо визу визу надо сколько денег у тебя с собой за тысячу держи визу в толу ну все давай приятно отдохнуть визу надо визу надо надо визу здорово мужик я алекс я главный по америке тебе есть потенциал давай бомбить вместе если только мечтаешь все это остается просто несбыточными мечтами именно здесь у меня появился алекс и его компания амер лекс потому что самое тяжелое это сделать первый шаг первый шаг потому что думаешь это будет тяжело это будет долго это много документов много мороки это страшно и все 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 в таком стиле но при первом же общении с александр у него был один посыл сейчас или никогда хватит ждать сегодня у тебя сегодня 10 прямо сейчас обратите внимание сашка у нас главный по сша аж с 2009 года чувствуется школа кавпака все его друзья получают титул главного по любой жизненной компетенции давайте же посмотрим сайт американского друга байтенко и тут мы опять видим регалии главного по америке а чуть ниже алекс хвастается сотрудничеством со всеми инфо цыганами всея руси не знаю зашкваров жан халифа и усмановой но вот остальные на картинке инфо цыгане до мозга костей санечек а где артем маслов с трансформатором на картинке мне кажется твое упущение если вбить в поиски имя фамилию алекса или же название его конторы мы с легкостью находим отзывы о его работе и даже группу посвященную ему и людям которых он кинул ну а чего еще ждать от главного по америке и по совместительству друга сектанта байтенко сейчас же игорек поспешно собирает свои вещички кидает команду road to the dream сжигает все мосты все продает и сваливает из россии в сша и большой вопрос по какой причине потому что у него здесь появились проблемы или же потому что он выжег свою аудиторию школьников и поехал за бугор за новый ну или же глава секты повысил игоря и перевел в центральный офис работать алекс у меня проблемы мне срочно нужна твоя помощь брат что с твоим голосом я тебя не узнаю может мне сейчас не до этого дурацкого акцента за мной уже едут мне нужно срочно виза в сша мужик ты забыл мы не делаем визы мы наёбываем людей да я знаю ну по-братски сделаем не визу бро у меня остались визы только в питер краснодар и рязань но могу тебе дать номер датсика он спец пересечении нашей границы а потом тебя встретит мексиканский датсик и поможет с американской границей о точно дай мне номер датсика я слышал это очень надежный человек боец скандалист попался при попытке незаконного пересечения границы с эстонией суд определил рыжего тарзана и его друга по имени и в сезон а два месяца до суда ответом к сожалению вряд ли узнаем поэтому нам остается лишь попрощаться с игорем и проводить его в светлое будущее кого американской мечте поэтому не будьте обманутыми подписывайтесь на мои оба канала оставьте несколько комментариев и жмят нити колокольчик и давайте до до скорого